Приветствую вас, вы задаете такой вопрос, знаете, на который вам сейчас столько ответов придет, что вот правда, никакого духовного развития не получится, а получится просто огромный сборник мнений и точек зрений насчет того, как вообще должно происходить духовное развитие, и каждый будет пытаться вам, ну, свою точку зрения подать, вот, поэтому, я не знаю, вряд ли мой ответ будет первым, вряд ли вы его послушаете первым, вот, но, тем не менее, если даже вы будете не первым, то постарайтесь хотя бы обратить внимание на то, что я скажу, да, то есть я не буду, там, просить об оценке, там, что-то еще, просто давайте послушать то, что я скажу. Первое-наперво, нужно вообще для себя определить, зачем оно вам, духовное развитие, понимаете, для чего. У любого человека есть духовное развитие, то есть любой человек, который, по сути, что-то чувствует, любой человек, который знает, что он ощущает, знает, как бы, что он переживает, по поводу чего он переживает, вот, любой человек имеет свое духовное развитие, и он имеет духовное развитие ровно настолько, насколько ему надо, настолько, насколько оно у него есть, естественно, то есть все люди различаются по степени духовного развития, понимаете, вот, и это, в общем, нормально, это нормально, что такая ситуация происходит, потому что, если бы люди, ну, были бы все духовно развиты, да, то это была бы история такая, что мир был бы совсем другим, вот. Поэтому, для начала, для начала, вот, зачем вам, то есть какой дискомфорт, грубо говоря, вы испытываете от того, что у вас нет духовного развития? То есть на что вы будете, я не знаю, тратить, на что вы будете направлять свое духовное развитие? То есть как вы будете его использовать? Самым лучшим способом для определения этого является то, значит, чтобы вы представили себе, вот представьте себе, что что вы уже духовно развиты, что вы уже развиты. Что вы делаете? Как вы делаете? Как вы поступаете? Вот. То есть первое – это цель, и второе – это, то есть нет, не так, первое – это мотив, и второе – цель. То есть зачем и почему я это делаю? Это первое. Второе – духовное развитие стоит начинать с того, что вам ближе всего. То есть либо религия, либо экзистенциальное что-то, либо наука. То есть вот как бы выстраивание картины мира общей, на чем она базируется. И уже в зависимости от выбора, принятие ситуации будет происходить в том течении, в том векторе, который вы выберете для себя при, соответственно, фундаменте. Вот. Вот, в принципе, и всё. Вот именно процесс развития духовного – это чтение литературы соответствующей, да? Обсуждение интересующих вас вопросов с специалистами в области, которые вы выберете, да? То есть в экзистенциальной области – это одни специалисты, в религиозной сфере – это другие специалисты, в научной – это третьих специалистов, вот. То есть по сути – это приобщение к этому сообществу и освоение этих ценностей, культурного наследия ценностей, трудов, вот. Значит, какую поставить цель? Ну, обычно, если говорят о духовном развитии, то в контексте цели, как правило, ставят, ну, такие вещи, как, например, значит, светлое будущее, да, там, развитие культуры, развитие знаний, повышение, значит, уровня сознательности у людей, глубины, понимания мира и отход от всего материального, либо от всего плоского, вот. По факту. То есть цель, она на самом деле у, опять же, у каждого осветления своя. То есть у религиозной сферы – это одна цель, у экзистенциальной – это другая цель, и у научной – это третья цель. Иногда они пересекаются между собой как-то, вот. Но, в целом, цель вы можете выбрать ту, направление, направление, которого вы выберете. В направлении чего вы будете двигаться, вот так правильно будет сказать. Вообще, довольно странно, понимаете, то есть вы говорите о духовном развитии, но при этом вы говорите, значит, с чего начать, вы говорите, какую цель поставить. То есть, на мой взгляд, ну вот, здесь есть некое противоречие, понимаете. То есть, противоречие, оно какого плана, противоречие, оно такого плана, что в духовном развитии нет, вот, данных моментов, в духовном развитии нет таких четких целей, четкого начала. Духовное развитие – это просто следование своим эмоциям, своим чувствам, вот. Это следование своим стремлением, своим желанием, вот. Только если развитие будет отражено в желаниях, и желания будут отражены в развитии, это будет действительно духовное развитие, а не следование там, ну, каким-то механическим программам, да, вроде сект и прочего такого. Поэтому, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос, ну, как бы наиболее не принуждающий вас, то есть, меньше всего мне бы хотелось вас вот как-то принуждать. Ну, меньше всего мне бы хотелось дать вам какую-то, ну, позицию, да, чтобы вы этой позиции либо следовали, либо нет. Мне кажется, это неправильно, в каком вопросе. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.